Махараджа Александр Спасибо нашим зрителям. Я хочу, чтобы Арчана сама сказала свои впечатления. Пожалуйста, Арчана. Я хочу поблагодарить всю нашу семью. Семью, я не побоюсь этого слова, зрителей, которые смотрят наш канал и которые вместе с нами составляют единое сообщество благородных душ на этой земле. Сегодня мы поговорим о глобальных переменах, которые грядут в мире. Ну, о том, грядут или не грядут, нам расскажет это Арчена. Что заставило, в принципе, задумываться об этом? Не какие-то пророчества, не какие-то предсказания, а то, что мы видим, происходит на наших глазах. За последнее время мы стали наблюдать постоянно какие-то катастрофы и катаклизмы в мире. Если вы заметили, начиная примерно с 2014 года, мы постоянно слышим и видим войну. То, чего у нас, допустим, уже совсем мы отвыкли от этого в начале 2000-х. И нам казалось, вот это десятилетие мира такого относительного, которое, казалось, теперь будет всегда на земле. И уже никогда не вернутся эти глобальные войны, глобальные катастрофы, глобальные эпидемии. И вдруг, вот 20-й год, это глобальная мировая зараза, потом одна война за другой. И вот сейчас это все движется по пути эскалации. Я вижу, что в 2023 году Израиль будет активно вовлечен в конфликт. Разрастание и нагнетание конфликта между Ираном и Израилем в 2023 году очень вероятно. И мир уже вошел в эту энергию Третьей мировой войны. Да, 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 да. Слышан Fest lugar, наше революэнс antes и деятельность. Возвращение по撆з! Я вижу в том�� 22,000 пов proves, cold разговоры. Это уже открыт. Это самоупадение, чего не слышали. И у них смогут Fine국JS сниж recognized. Энергия показывает, что вот этот конфликт, он уже вовлек огромное количество мусульманских стран. И в следующие недели и месяцы мы увидим эскалацию конфликта, которую никто не ожидал и которую никто не предвидел, но она будет нагнетаться все сильнее и сильнее. И да, мусульманские страны войдут в этот конфликт сами, войдут войной. И если не войдут в течение ближайших месяцев, то в течение года я вижу, что все равно этот конфликт достигнет той точки, когда это будет глобальная война. Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрите, все время выбирают люди каких-то авторитетных лидеров. Россияне выбирают Путина, американцы выбирают Трампа, Обаму или Байдена, французы выбирают Макрона, немцы выбирают Шольца и так далее. То есть все время какие-то вроде бы солидные, авторитетные мужи приходят управлять миром, но при этом, при всем, мира больше не становится. Один заменяет другого, а агрессия растет, боль растет, смерти растут, трагедии разрастаются все больше и больше. И такое ощущение, что вообще мир катится куда-то в пропасть. Мы привыкли полагаться на то, что нами правят самые мудрые из нас, самые мудрые мужи. Но если вы заметили, вот если вы просто посмотрите в историю, то вы обнаружите, что в странах, которыми правила женщина в ту или иную эпоху, было наименьшее количество войн. Все-таки женщина, она так создана по своей природе, что она мать. У нее есть предназначение, у нее есть матка, в которой рождается новая жизнь. Ее задача сохранить эту жизнь, выносить. И поэтому по своей натуре женщина в принципе заряжена на то, чтобы сохранять жизнь, чтобы давать и сохранять жизнь. Тогда как мальчик с детства лишен таких обязанностей, он может бегать, гонять других мальчиков палками, лезть на стройку, ломать себе кости, лезть потом в войны и так далее. То есть мальчик в принципе заряжен гораздо больше на какую-то физическую активность и на агрессивность. Но почему-то люди на протяжении уже тысячелетий выбирают в основном мужчин. И более того, они их не выбирают. Просто мужчины как бы узурпировали эту власть и продолжают править миром. При этом те, кто хорошо изучал историю, знают, что в древности, более 10 тысяч лет назад и так далее. То есть на протяжении очень-очень большого промежутка времени, гораздо более длительного, чем сейчас, последние тысячелетия, миром правили женщины. То есть племенами различными, дикими и первобытными, в основном правили женщины. И именно эта тенденция сменилась в последние тысячелетия с ростом цивилизации, когда миром стали править мужчины. И как показывает опыт, что-то ничего хорошего в итоге не получается. Мир катится в пропасть. И вот мы сегодня с Арченой поговорим о том, что вообще, как хорошо ли это для планеты, что миром правят мужчины, долго ли им осталось править и сменится ли эра направления женщин. Вот об этом сегодня наш разговор. Предсказания знаменитой провидицы Арчены о будущем России и мира сбылись все до одного. И я напомню, как всегда в начале видео, что, пожалуйста, делитесь этим видео сразу, ставьте лайки сразу, пишите что-то в комментариях сразу, подписывайтесь на канал сразу, потому что именно такие видео YouTube распространяет в мир. И вы становитесь вместе с нами распространителями добра, который идет с нашего канала в мир. Почему это происходит так? Это человеку правила этого мира. И это хорошо или плохо для этого мира? Что вы видите? Я вижу, что это очень старая программа, патриархальная программа, которая идет из поколения в поколение, о том, что племенами, затем странными народами правят мужчины. А женская энергия из поколения в поколение была задавлена, подавлена, и она несет на себе травму вот этой задавленности мужчинами. И то, что касается мужчин, тоже они, они несут в себе эту энергию, которую они из поколения в поколение создавали, разрушая друг друга, и они все израненные, и они все несут эту наследственность взаимных обид, взаимной агрессии, взаимного уничтожения из поколения в поколение. И мужчины тащат эту программу за собой из поколения в поколение. И агрессия, она проявляется как раз оттуда, из-за вот этой вот израненности, из-за этих программ обиды, которые тянутся из поколения в поколение. И сейчас как раз мы видим проявление этой агрессивной энергии повсюду в мире. А природа, вот эта вот мужского ума, она вся полагается на логику. Это не просто, это не о теле, которое может быть мужское или женское, это именно о той энергии, которую несет тот или иной человек. Настоящая современная мужская энергия, которую мы наблюдаем, она очень-очень израненная, и она несет на себе вот эту вот самую из поколения в поколение обиду и деструктивность. До того момента, как эта израненная мужская энергия будет исцелена, этот хаос будет продолжаться. А исцелена она может быть только женской энергией, энергией любви. Но чтобы она была исцелена этой энергией, мужчины должны признать это и попросить эту энергию любви у женщин. Я не могу сказать, что каждая женщина несет в себе эту божественную женскую энергию, поскольку очень много женской энергии было изранено, было сжато, было подавлено, и эта вот подавленная женская энергия, она тоже очень сильно присутствует. Анастасия. 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 Большая энергия и израненная женщина энергия очень нуждаются в исцелении. До тех пор, пока они не будут исцелены, этот хаос, эта паника, эта катастрофичность в мире будут нарастать. А исцелены они могут быть только энергией любви. И мужчина и женщина заключены в некую ловушку ограниченности собственных чувств и мыслей тем телом, теми физическими данными, которые даны им самой природой. Предсказания знаменитой провидицы Арчены о будущем России и мира сбылись все до одного. И мы видим, что вот эта вот абсолютно нездоровая мужская энергия, которая доминирует в мире, она приводит мир к тем катастрофам, в которых он сейчас находится. И если мужчины, они хотят выжить как биологический вид, как само человечество, то им самим нужно дать женщинам пространство для их реализации, дать женщинам максимальное уважение и дать женщинам возможность реализовывать себя. Для того, чтобы произошел этот процесс, исцеление из раненной мужской энергии, исцеление из раненной женской энергии в мире, это не может произойти по мановению палочки. Это большой процесс, который займет долгое время на планете. И многие убеждены, что вот миссия женщины – это только рожать и воспитывать детей, они ссылаются на природу, на то, что животные так живут. Но когда я говорю о женской энергии, я говорю не только о том, что они рожают детей и занимаются хозяйством, я говорю о божественной энергии, женской энергии, которая дарит этому виру очень-очень много важного. Я говорю о божественной женской энергии, которая является единой и неделимой с Богом. Я вижу, что мы входим в эру, когда все больше и больше женщин будут нуждаться и будут проходить через это исцеление от травм, которые они получили на протяжении многих-многих поколений. И рожать этой древней женской энергии будет на рожать. Теперь, опять же, дайте мне привести к вашему сознанию. Я не говорю о кармическом энергии. Я говорю о том, что женская энергия будет стремиться к восхождению. Я не говорю о той обычной женской доле, которая свойственна женской участи. То есть, это будет происходить на самом обычном бытовом уровне, на уровне семьи, работы, детей, мужа. Ну хорошо, а ждет ли нас трансформация патриархата снова в матриархат? То есть, должны ли мы ждать того, что вот сейчас на наших глазах будет происходить эта постепенная трансформация общества, отправление мужчинами в правление женщинами, отправление мужской энергии в правление женской энергии? То есть, что мы можем ожидать в ближайшем будущем? Будем ли мы видим трансформацию, доминация мужской энергии, чтобы возвращаться к прошлой эраке, к доминации женской энергии? Я точно вижу, что просто патриархатская энергия, руководить мир и доминировать мир от патриархатской энергии, опять же, это не в гармонии, это не очень формирующая энергия. И только фемининная энергия, you know, the divine feminine energy, being and ruling the world again, this is not in balance. The balance happens when these healed, the divine masculine energy and the divine feminine energy, when they are working together, when they are cooperating together. This is a very harmonious union energy Я совершенно точно вижу, что не является правильным переход, когда сейчас, допустим, миром правит только мужская и именно давлеющая агрессивная энергия полностью в трансформацию, когда миром должна править мягкая, добрая только женская энергия. Это тоже перекос, это тоже неправильно. Мир сейчас будет стремиться к гармонии, где мужское начало и женское начало находятся в гармонии, в балансе. И не надо думать, что это изменение, и надо ждать снаружи, извне. Каждая из нас содержит в себе и мужскую энергию, и женскую энергию. И каждый должен стремиться к тому, чтобы раскрыть в себе и ту, и другую энергию и привести их к внутреннему балансу. Тогда и взаимоотношения на внешнем уровне между мужчиной и женщиной, которые гораздо глубже будут понимать и чувствовать друг друга, тоже придут к балансу. Тогда и мир в целом, и страны, и правители этих стран, они тоже будут стремиться к большей гармонии и к балансу. И еще одна вещь, что я хочу сказать, что когда ваша логичная и интуитивная, креативная, когда они работают в балансе, это также приводит очень глубокую и блестящую соединение этих двух энергий, правильной стороны вашего мозга и правильной стороны вашего мозга. Даже если взять непосредственно мозг каждого из нас, где есть женское полушарие и мужское полушарие, чем больше эти два полушария развиты, и чем больше они находятся в гармонии с друг другом, тем в большей гармонии и счастье пребывает сам носитель, человек, носитель этого разума. Дорогие друзья, мы любим YouTube и никуда не планируем с него уходить. Но времена нынче смутные, случиться может всякое. Поэтому на всякий случай, прямо сейчас, подпишитесь на все наши резервные каналы. Ссылки на них находятся прямо под этим видео. И, пожалуйста, не игнорируйте эту просьбу. Это может сохранить наше с вами общение. Ну что ж, давайте поблагодарим Арчену за такое важнейшее и прекраснейшее послание. Спасибо, Арчена. И спасибо тебе тоже. Спасибо и мне. Как раз, я надеюсь, именно мы транслируем в мир ту самую гармонию мужского и женского, которая когда-нибудь придет из всего человечества, которой мы желаем вам в вашей жизни. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, поставьте ваш лайк, напишите в комментариях все, что вы думаете об этом. Поделитесь этим видео в социальных сетях. И до новых встреч на наших видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...